Приветствую вас, давайте разберем ответ на ваш вопрос, да, который вы задаете, давайте разберем ваш текст, который вы написали, вот, и постараемся найти решение вашего вопроса, хотя решения вопроса у вас как такового нет. То есть вы не задаете какого-либо вопроса специалистам, вот, психологам, вы не задаете вопросов, вы просто описываете определенную историю, свою историю вы пишете, вот, и, в общем-то, все, на этом все. Итак, значит, вы пишете, что вы не можете полюбить себя, и далее описываете, собственно, те моменты, из которых вы себя не можете полюбить. Смотри, аноним, я думал, я думал, что основная проблема не в том, что вы не можете себя полюбить, основная проблема в том, что у вас есть явное депрессивное состояние. И не очень понятно, депрессивное ли это у вас состояние, или это депрессия. Вот. Потому что, ну, судя по тому, что вы описываете, похоже на депрессию. И если это депрессия, то вам желательно впервые обратиться к врачу. Вам желательно впервые обратиться к врачу, чтобы вам помогли, чтобы вам поправили немножко здоровье, может быть, ваше, вот, психическое. Вот. Тогда чувствовать вы себя будете гораздо лучше. Вот. И уже вот тогда, когда вы себя будете чувствовать лучше, вот уже тогда можно будет говорить о психотерапии. Вашей. Вашей. Это первое. Второе. Эмм. Что из себя представляет эмм любовь к себе. Давайте вот мы с вами такой момент разберём. Любовь к себе представляет из себя безусловное принятие. То есть когда человек, когда и если человек безусловно принимает себя таким, как он есть, да, это и есть собственно говоря любовь, вот, любовь к себе, но что значит принять себя таким, какой человек есть? Это очень важный момент, потому что об этом действительно намного говорят, но действительно не сюда понятно, о чём идёт речь. Речь идёт о условности. То есть я, чтобы быть принятым, должен соответствовать ряду условий, к примеру. И только в этом случае, только в случае если я соответствую этим условиям, я могу быть хорошим, могу быть принятым, могу быть полезным, могу быть правильным, могу быть удобоваримым и так далее. то есть это некое условие. Условия берут своё начало из природных общественных стереотипов. Это очень важно понимать. То есть некая условность принятия себя рождается именно из стереотипов, из стереотипов мышления, которые человек принимает в себя вместе с, условно говоря, социальным опытом своим. И по большому счёту эти условия настолько сильно, ну вот, внедряются в личность человека, что ему уже кажется, что эти условия это и есть он сам. Хотя на самом деле это не так. На самом деле, как бы, условия не являются человеком. Но условия это являются тем, что в психологии принято называть интроэктом, то есть некая такая, ну некая такая внешняя история, некий такой внешний момент, да, вот, в который человек принимает в себя абсолютно без какой-либо фильтрации. То есть никак не фильтрует то, что всем соглашается. Значит, первым шагом к принятию себя является критика этих условий. Ну или, может быть, даже лучше сказать не критика, а может быть, даже лучше сказать, знаете как, выделение этих условий. То есть, вот, вы говорите, что я вот такая я вот, 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 такая, да. Вот. А почему? Условно говоря, то, какая вы, не даёт вам право быть достойной, достойной, там, любви, уважения и так далее. Почему ценность человека, в том числе и ваша ценность человека, ваша человеческая ценность, ставится под условия. И вы, как бы, говорите себе, что, если я, то, вот, если, если, я, там, допустим, будет соответствовать, там, чему-то, если у меня будет, там, определённый вес, то тогда я хороший. А в остальных случаях, нет, в остальных случаях я плохая. Вот. И вот это то, на что нужно вам ориентироваться. Это первое, да? Второе. Второе, это обесценивание. Вы обесцениваете то, что, ну, как бы, то, что делаете, то, что из себя представляете. Вот. И очень важно понимать природу такого обесценивания. И очень важно понимать, а откуда оно взялось, это обесценивание. Почему я обесцениваю себя, да? Почему я обесцениваю свои действия? Ведь я же поступаю как-то. Я же действую как-то. Каким-то образом я действую. Так почему я обесцениваю себя? Почему я обесцениваю то, например, какая я? Как так получается? То есть, я выбираю что-то. Я выбирал там, к примеру, к примеру, я выбираю как-то действую. И потом я это обесцениваю. Вот очень важно понять, как этот процесс работает. У вас. Например. Очень важно понять, как вы к этому приходите. К этому процессу. Как он для вас становится возможным, этот процесс. К примеру. Потому что прямой связи между тем, что вы, например, что-то выбираете. И потом обесцениваете. Прямой связи между этими вещами нет. Но она есть. Таким образом вы повторяете определенное мнение. Определенные позиции людей. Которые вас, ну вот, так или иначе обесценивали. Подавляли и прочее. Следующий момент. Вы не доверяете своим чувствам. Вы не доверяете своим желаниям. Вы, условно говоря, не прислушиваетесь к себе. Не прислушиваетесь к тому, что вам хочется. К тому, что вам нравится. Вы не прислушиваетесь к тому, что вам ценно. Вы к этому всему не прислушиваетесь. Почему? Ну, по большому счету. Потому же. Потому же. Почему и, как бы, вообще проблема вашего возникает. Да? Потому что обесцениваете. Вот. Обесцениваете себя. И все. Вот. Но важно то, как вы относитесь к своим чувствам. Важно то, понимаете ли вы свои чувства. Условно говоря. Знаете ли вы что чувствуете? Вам ничего не интересно? Я вам охотно верю. То, что вам ничего не интересно. Я вам верю. Почему я вам верю? Потому что вы все обесценили. Но обесценивая, человек повторяет, как правило, уже имеющиеся у него стереотипы, уже имеющиеся у него взгляды, уже имеющиеся у него точки зрения и прочее. Это важно понимать. То есть важно понимать, как именно происходит процесс обесценивания. А не просто принимать его, ну, на веру. Как бы, да. Бам. Вот. Вот. Это... Важный момент. Следующим. Следующим пунктом у нас будет пройти по вашему тексту и посмотреть более конкретно и попробно то, что вы пишите. Все говорят о том, что надо обязательно полюбить себя. Смотрите. Ваш текст сразу, сходу, начинается с того, что вы говорите обо всех. Что, дескать, вот все говорят, что надо себя полюбить. Честно говоря, не очень понятно. Любить себя желательно. Но... Совершенно не обязательно. Вы можете жить и, как мне кажется, даже живете, не испытывая любви к себе. Что, в общем и целом, на мой взгляд, опровергалась идея о том, что себя обязательно нужно любить. Если бы это было обязательно, вы бы, я думаю, себя любили бы. А так, ну... Совершенно это не обязательно. Это желательно, это полезно для вас. Но не обязательно. Здесь вот есть, на мой взгляд, такое вот, как бы, может быть, знаете, противостояние, что ли. Вы как будто противостоите тем, кто говорит, что себя нужно обязательно полюбить. То есть такой вот дух противоречия, может быть, немножко подростковая история. Ну вот, кто все? Почему вы прислушиваете к этим людям? Почему их мнение для вас важно? Знаете ли, что каждый человек любит себя по-своему? И... людей, одинаково любящих себя, нет. С одной стороны. С другой стороны, не любить себя невозможно. Потому что человек – это тот, кто он есть. Но если возникает конфликт, подобный вашим, мы говорим не об отсутствии любви к себе, как вот таковой. А мы говорим немножко о другом. Мы говорим о том, что человек, ну, в данном случае вы, повторяют, чьи-то оценки повторяют, чьи-то, чьи-то позиции повторяют, чьи-то мысли повторяют, чьи-то высказывают. По поводу себя. Ну, не более того. К счастью, или к сожалению, этого я не знал. Итак, здесь момент такой. Откуда? Откуда? Из чего вырастает ваше благотворение? Слушай, если разобраться, человек не может любить всех вокруг. Ну, согласен. Всех вокруг человек любить не может. Это правда. Вот только какое отношение любовь ко всем вокруг имеет к вам? Загадка. Ну, то есть, любить всех вокруг, конечно же, человек не может. Но, как любовь ко всем вокруг относится непосредственно к вам? Ведь вы это не все вокруг. Вы это вы. И вы у себя одна. Дальше. У каждого из нас есть люди, которые нам неприятны, или по меньшей мере, к которым мы не относимся никак в нейтрально. Почему же я обязанность себя любить? Любить себя это не обязанность, но право. И давайте скажем честно, что человек, который любит себя, живет легче, вполне, проще и комфортнее, чем человек, который себя не любит. Любить себя это браво, повторюсь. И если вы себя не любите, но счастливы, то вам это не нужно. Ну, если вы себя не любите и вы несчастливы, а судя по тексту, вы несчастливы, то, возможно, полюбить себя все же стоит. Ну, или стоит хотя бы попытаться себя полюбить. А вы здесь, на мой взгляд, несколько, вот, противоречите сами себе в том, что, с одной стороны, вы говорите, что я себя не могу полюбить, а с другой стороны, вы говорите, так, а я себя не обязан любить. Так, это вопрос, вы хотите себя полюбить или нет? То есть, цель обращения к психологам, у вас какая? Если вы себя хотите полюбить, можно вас научить этому. Если вы себя не хотите любить, а вы себя, как можно сказать, любить не должны, то, ну, хорошо. Не надо в таком случае себя любить. Вот. То есть, я теперь не очень понимаю, тогда смысл ваш, смысл вашего обращения. Вот. Такое ощущение, что вы хотите использовать нас в каком-то споре с кем-то. Вот. Но в споре истинно не рождается. Поэтому спорить, а также поддерживать вас в споре с кем-либо мы, пожалуй, не будем. Я не буду, по крайней мере, точно. Дальше. Я смотрю на себя, как на человека со стороны, и вижу очень мало того, за что можно было бы уваживать. Ну, во-первых, вы не можете. Вы не можете, и вы не в силах смотреть на себя со стороны. Это, извините, иллюзия. Иллюзия. То, что вы смотрите на себя со стороны. У человека есть определенные пределы, за которые не может выйти в восприятии себя. И у вас, как у любого другого человека, эти пределы есть. Может быть, вам, для вас, то, что я говорю, звучит чересчур эклитично. Но, правда, от этого, конечно, не меняют. Правда, от этого, конечно же, не изменят. И если у человека есть пределы, за которые он не может выйти в восприятии себя, то эти пределы, к сожалению, есть и у вас, в том числе. Поэтому смотреть на себя со стороны, как бы, ну, вы не можете. Дальше. Так, за все меня можно было уважать. Почему вы считаете, что вашего человека нужен за что? Почему вы не допускаете, что уважение человеку достоин просто так? За то, что он есть. Откуда некая условность, некие сомнения в том, что вы достойны? Откуда сомнения в том, что вы, ну, может быть, не достойны уважения? Или достойны уважения, но только при определенных обстоятельствах? Только при определенных, ну, только в определенном случае. Откуда у вас подобные позиции? Ведь уважение, оно либо есть, либо его нет. И, я думаю, для вас не будет секретом, что любая оценка, если оценка есть, любая оценка стремится скорее к отрицанию, чем к позитивной истории. Любая оценка условна. А значит, человек, который следует оценке, должен постоянно ей соответствовать. Но если человек постоянно соответствует оценке, он должен оставаться статичным. Человек оставаться статичным не может. Человек – это динамика, и динамика направлена в разные полюса. То есть, полюс как позитивный, так и негативный. Соответственно, если мы следуем условиям, то мы отрицаем свой негативный полюс. Но человек, человек без негативного полюса, не был бы человеком. Таким образом, вы отрицаете свою природу. И ключевой момент здесь в том, что вы уверены, будто бы уважение можно получить только при определенных условиях. Это не так. Другой вопрос, что люди, с которыми вы взаимодействовали, вероятно, ваши близкие люди, с которыми вы взаимодействовали, внушили вам, что уважение – это то, что нужно заслужить. Вы этим людям, конечно же, и поверили. Может быть, и не на 100%, но поверили. Ну, раз повторяю за ними то, что они говорят. Повторяйте, ну, не самые хорошие, не самые такие вот, позитивные, можно сказать, вещи. Итак, ключевой момент. Уважение без условий. Для уважения не нужны какие-либо условия. Если уважение есть условие, такой человек всегда будет сомневаться в том, что он достоин уважения. И практически, практически никакие усилия на этот счет и в этом направлении человеку не помогут. Как не помогать – это вам, например, что я прошу учитывать. То есть, вот, я прошу учитывать. Да, тот факт, что вам по большому счету условия не помогают. Вы настолько погрузились, грубо говоря, в эти условия, что, ну, не хотите их выполнять. То есть, вы не хотите следовать своим условиям. И вопрос, а почему вы не хотите ничего делать из того, что сами считаете важным? Ну, потому что этого слишком много. Потому что это требует от вас делать то, что вы не хотите. То, что у вас не откликается. И это чужеродно. Но вы берете эту лень, превращаете ее в негатив и обвиняете себя за нее. Тем самым, еще больше погружая себя в депрессивное состояние. Вот. То есть, в этом смысле, здесь у вас такой достаточно тяжелое состояние. Если у вас такой своего рода круг получается замкнутый. Из Кобарова вы не можете выйти. Все, чем я могу гордиться, это то, что в девятнадцать лет я уехал в другую страну учиться и осталось здесь жить. Все, чего я добился за эти девять лет. Ну, опять же, почему вы считаете, что вы должны чего-то добиться? То есть, есть такое ощущение, что вы прям вот, вот прям должны что-то добиться. Но почему вы должны чего-то добиться? Для меня загадка. Что ты говорила? С чего вы решили, что вы должны чего-то добиться? Ну, кто-то может, конечно, чего-то добиться, кто-то нет. Кто-то, кто-то хочет чего-то добиваться, кто-то нет. Почему вы считаете, что, ну, что вас очень не красит то, что вы ничего не добили? Это момент. Момент, на который я хотел бы, чтобы вы поискали ответ. Потому что, ну, это для вас очевидно важно. Вы очевидно верите в это, что вы должны были чего-то добиться. То есть, у вас были от себя какие-то ожидания. Вот. Вопрос заключается в том, насколько они, эти самые ожидания, оправданы. На мой взгляд, я оправданно совершен, потому что вы им не соответствует. То есть, ваши собственные ожидания от себя не откликаются вам эмоционально. Здесь важно понимать, что, может быть, и откликались бы прислушиваться вы к себе. Но, так как вы к себе не прислушиваете, так как вы себя обесцениваете, что, конечно же, ни о каком оправдании своих ожиданий речь не идет. Я вам скажу больше. И не может идти. Потому что ожидание-то не ваше. Ожидание-то стереотипно. Ожидание-то других людей. Не ваше. Вот. Примерно поэтому получается вся такая вот история. Сложно жить в мире, где нужно обязательно чего-то добиться. Сложно заниматься любимым делом в мире, где обязательно нужно чего-то достичь. Ведь когда ты занимаешься чем-то, когда ты делаешь что-то, ты не знаешь, сможешь ли ты чего-то добиться. Ты не знаешь, ты не должен это знать. А вот требования от себя, чтобы обязательно должны были чего-то добиться. Раз должны были, значит не добьется. И все. Так вы, условно говоря, саботируете ожидания других людей. Идете такую вот партизанскую игру против них. Что вроде бы вы и согласны. Согласны. Совсем. Что они говорят. Но в то же время делать ничего из этого вы не будете. Вы сопротивляетесь этому. Вы не принимаете это. Но даже не признаете тот факт, что вам это чуждо. Вместо этого вы решаетесь обвинениями. Себя вы решаетесь. С критикой свой адов. И прочее. Дальше. Да, я закончил университет, но специальность выбрала нарезку дурацкую и не конкретную. Смотрите. Почему вы решили, что специальность может быть дурацкой? Почему вы решили, что специальность может быть не конкретной? Вероятно, вы имеете ввиду творчество. Специальность. Возможно. Возможно так. Но даже в этом случае вы выбрали ее. Вы решили ей заниматься. То есть вы сделали свой выбор. А сейчас получается. Вы этот выбор отрицаете. То есть сначала выбор был сделан вами. А после вы начинаете свой выбор отрицать. У меня вопрос. Как? Возможно. О. Что? Подобная история. Как? Возможно. Подобная история. На мой взгляд, это очень важно, опять же происходит обесценивание своего выбора, когда вы принимали решение только о том, чтобы поступать в университет, брать профессию и всякое такое, вы, скорее всего, чего-то хотели, о чем-то мечтали, к чему-то стремились, но потом начали это обесценивание. И вот ключевой момент для нас с вами является в том, чтобы понять, почему мотивы, которые стали для вас основополагающими для принятия тех решений, для совершения того выбора, сейчас с вами обесценивание. Это крайне важный момент. Дальше. Во время учебы я была за брилкой и очень мало получил реальных знаний. И на раз за оценками уже повод себя прибирать. Ну, здесь хочется спросить, у вас примерно следующее, а имеете ли вы право себя прибирать? Откуда у вас такое право? Кто вам его дал? Может ли человек себя прибирать? Можно ли вообще что-либо прибирать? На каком основании человек может прибирать себя? На каком основании вы это делаете? Дальше. Вы говорите, что я была за брилкой и на раз за оценками. Согласен, не самая лучшая позиция, если вы хотите получить знания. Но есть у этого значка и другая страна. А именно, вы почему-то гнались за оценками. Вам почему-то были важны оценки. Вам это почему-то было важно. И вот момент заключается в том, чтобы понять, почему вам это было важно. ибо это не просто так. Значит, вам чего-то не хватало. Вы хотели одобрения? Вы хотели, ну, не знаю, может быть, статуса? Может быть, чего-то еще? Но вне зависимости от того, чего вы хотели, мы этого хотели. И наша задача не обесценивать вас, а понять, что вам нужно. И удовлетворить реализовать эту потребность, в которой вы так активно сейчас нуждаетесь. Ну, может быть, уже пристали нуждаться или нуждаетесь в меньшей степени. Но мне кажется, что нуждает. Вот по первому вашему сообщению, по первому вашему высказыванию, да, все становится, в принципе, ну, в принципе, понятно, что все становится. Я вас не обвиняю ни в коем случае. Просто говорю вам, что волнует вас, волнует то, что другие люди говорят. Да, без этого сложно, без этого постоянная тревога человека живут. Я вас понимаю. Дальше идем. Двадцать восемь лет, я ничего не умею как следует делать, ни в чем не специалист. Что это значит делать как следует? Первое, опять же, какая-то оценка, вот здесь. То есть, кто-то вот оценил, кто-то вот должен оценить, что вы делаете именно как следует. Да? Вот. То есть, не вы решаете этот вопрос. Ну, а кто-то, вот кто-то. То есть, кто-то скажет вам, как вам следует поступать. Кто-то скажет вам, как нужно действовать. Кто-то сказал, но не вы сами. То есть, как следует, это оценка. Опять. Дальше. Ни в чем не специалист. И снова вопрос. А должны быть специалисты? Насколько я знаю, труд, это право. Но не обязанность. И, соответственно, вы относитесь к труду более глобально к пользе, как к обязанностям. Ну, не нужно, не нужно, я полагал, особо быть гением, чтобы сказать, что во главу угла вы ставите пользу, которую должны приносить людям. И фрестрируете по поводу того, что этой пользы вы не приносите. Но, важно понимать, что вы, что вы вкладываете в это слово польза. То есть, вот, ну, именно конкретно, что вы вкладываете в это, потому что пользу понимают по-своему все. И, идеально, конечно, если вы определите с тем, что же такое сутки польза. Вот. Видите, видите, постоянно идут к себе требования. У вас постоянно к себе требования. Постоянно речь идет о том, что я должна, 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 должна чему-то соответствовать. Должна, что ты делаешь, должна, должна, должна. Должна. Хочу, не хочу, не столь важно. Должна. Дальше. Так как до специальности, понятное дело, я не устроилась, я нашла работу в филиале иностранной компании. Ну, почему понятное дело, не совсем, не совсем понятно. Почему, почему понятное дело. Почему-то вы не устроились по работе, почему-то вы не устроились по специальности и что-то вам, наверное, это сделать помешало. Ну, надо, надо определиться, что помешало. Потому что, вот, для вас, естественно, вы говорите, что вот, естественно, я там не устроился. А для меня нет, я не понимаю, я не понимаю, почему. Почему вы не устроились по специальности. Вы, вы либо не хотели этого, не хотели, не хотели устраиваться по специальности. И это вне всякого сомнения. Ваше прямое право. То есть, ваше право не устраивается по специальности. Но, тогда вам, на мой взгляд, желательно это признать, принять и признать, что специальности у меня была всего лишь ширмой. Дальше. Только благодаря своему знанию языков. И, естественно, вы считаете, что этого очень мало. То есть, я полагаю. Я полагаю, вы считаете, что крайне мало то, что вы, ну, знаете языки. Вот. То есть, я так вот разрываю, что, ну, что вы считаете, что, вот, знать языки, ну, недостаточно. Ну, подумаешь, я знаю языки. Вот. Вот. И опять. Опять вопрос. Почему вы считаете, что этого мало? То есть, почему вы считаете, что этого недостаточно? Дальше. Работаете на нищие, нищие должности в сфере работы, мало что понимаю. Мне должно быть интересно что-то узнать. Ну, тут нужно разбираться более подробно. Просто не были. Начальство особо не встает. Не встает деньги. Неплохие платы. По сути, я и мои коллеги дешевая рабочая сила для иностранных компаний. Ну, и, опять же, что это плохого. То есть, вот. Ключевой момент, который, на мой взгляд, нужно вам у себя спросить, а что в этом плохого? Ну, да, дешевая рабочая сила. Да. Ну, если у вас, условно говоря, желание делать что-то еще, ну, очевидно, что такого желания нет. Если такого желания нет, а чем тогда, извините, мы говорим. То есть, видите, вы, как бы, отрицаете свое состояние, свой выбор. Вот. Вы, как бы, говорите, что, ну, да, я вот выбрала, чтоб я вот решила действовать. Как-то. Ну, это ужасно. Это ужасно. И хочется вас спросить. Так, а, в каком моменте, в моменте вы сделали вывод? В пользу, там, того или иного своего действия? Понимаете? Дальше. Задаю себе вопрос. Если нет, то что? Не нахожу ответа. Ну, потому что вы не слышите себя. Мне ничего неинтересно. Хобби у меня тоже нет. Я уже говорил, я уже говорил, что мне ничего неинтересно. Блин, не хочется мне ничего делать. Ну, и дальше вы описываете проявление депрессивного состояния. Осуждение себя за... Вот, наверное, про осуждение себя за... про лень я хочу пару слов сказать. Про лень в целом, наверное, хочу сказать. Дело в том, что лень, как ты говорила, это следствие, но не причина. А причина лень заключается в том, что вы либо обесцениваете то, что вам хочется, либо не прислушиваете к себе. В том, опять же, что вам хочется. То есть, у линии есть свои причины, есть свои основания. И очень было бы хорошо, если бы вы отдавали себе отсчет в том, как она образуется, как она появляется. Я имею ввиду лень. Все себя представляют, ну и так далее. Это, правда, очень и очень важно. Если мы хотим разобраться в том, что вас беспокоит, и какие у вас есть проблемы, трудности и прочее, прочее. Но если у вас присутствует лень, то это скорее нормально и вполне естественно для человека, нежели чем ненормально и неестественно. То есть, лень означает, что вам не хочется тратить свою энергию на что-то, что вам не подошло, на что-то, что вам не интересно, на что-то, что вам не нравится. Вполне логично. Но если человеку не интересно ничего, то, скорее всего, он просто обесценивает, что обесценивает все, что могло бы быть интересным. Обесценивает все, что ему могло бы нравиться. Причина обесценивания, повторения, как я уже сказал, определенных стереотипических взглядов. Идем дальше. Так, в свободное время, да, еще есть свою роль наказания. Когда вы говорите, что вот у меня проблемы со зрением, и что, типа, значит, я понимаю, что зрение ухудшается там из-за телефона, хотя не совсем здесь телефон, причем, ну да ладно. Вот. Когда вы говорите, что я понимаю, что зрение ухудшается, но я, типа, ничего не делаю для того, чтобы, значит, как-то ситуация изменить, да. Вот. Это вы себя таким образом, скорее всего, наказываете. Вот. Вы себя наказываете за то, что вот, ну, не соответствуете там чему-то, да, кому-то чему-то не соответствуется. Вот. Вы себя за это наказываете. Крайне это по отношению к себе негуманно, вот, наказываете, да, да, но вы считаете, что достойно наказать, вы считаете, что можете себя наказывать. то есть это, как я, ну, как я говорю, как я пытаюсь сказать вам, что постоянная попытка выйти за, ну, за пределы себя, да, это свое собственное пределы, попытка побыть, постоянно выйти. Вот. И как результат, вот, пребывания в таком расщеплении, что постоянно находится вы. вот. 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 И вполне возможно, что вам, вот, родители, вот, браться так, вот, в 19 лет уехали, вот, из дома. А родители вам вложили такой достаточно разрушительный заряд. Дальше. В свободное время, да, среди друзей мы в баре за сигареткой, игрушкой пива. Удивительно, что у меня вообще есть пара друзей. Ну, здесь, да, мы себя возложим за нежной настройкой. Вот. Тоже хотел, хотелось бы поисследовать, почему она у нас за нежной, из-за чего, точнее, как получается, что, ну, что-то, вот, на оценку вы себе занижаете столь сильно. Вот. Но самое главное, что вы обесцениваете тех людей, которые рядом с вами, обесценивать их выбор быть с вами. Я, дорогие друзьями, не чувствую настоящего сближения. Но потому что сближения вы боитесь. У вас есть проблемы с личными границами. С личными границами. Хотя я очень рада, что они мне, если не дольше, делайте меня над головой, над водой. Ну, здесь вы описываете зависимые отношения, конечно. Вот. Ну, по-другому, на самом деле, и быть не могло, да. То есть, вряд ли можно было от вас ждать, что вы, ну, выстроить какие-то, какие-то другие отношения, да. Вот. Не зависит. Или менее зависит. Вот. Так что, я полагаю, что здесь всё в порядке. В какой степени. Вот. Ну, опять же, вам я рекомендую подумать, а почему? Есть кто-то, кто держит вас, там, условно говоря, над водой. Понятно? Ну, почему такие люди присутствуют? Вот. Что будет, если их не станут? Что будет, если они перестанут хотеть быть вашими друзьями? А, такое вполне может быть. Вот. Даже если вам, там, об этом, ну, вот, неприятно думать, ну, такое может быть. Вот. За счёт чего, они, за счёт чего они держат вас над водой, к примеру. Вот. Это всё очень важные, важные моменты, на мой взгляд. Вот. Ну как, пари, вам нужно обратить своё внимание. Это важно. Правда. Это очень важно. Далее. Далее. Вообще, общение с людьми, среди социальной нормы, это ядерная физика, да, я постоянно за счёт, оттуда, обеет, осуществляется глупых хихиков, как девочка. Ну, вы говорите про проблемы с общением, вот, а общение, оно, ну, не будет просто так. Да. То есть, общение, всегда, оно строится по поводу чего-то. Если вам не интересно ничего, если вы к себе не прислушиваете, то, соответственно, ну, откуда может взяться такой вот комфортно, комфортно, да, и корректно взаимодействовать с другими людьми. Вот, взяться, взяться, ему, к сожалению, не откуда. Вот. Потому что, простите, но, по поводу, фундамент, 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 для взаимодействия нет. Вот. К сожалению. Другой вопрос, что это корректируется, чтобы общаться с людьми, нужно людей принимать, да, чтобы принимать людей, нужно принимать себя. Тут нет никакого, никакого, никакого серьезного, такого секрета. Дальше идем. Личная жизнь. Серьезных отношений у меня никогда не было. Что такое серьезные отношения? Что это, что это из себя представляет? Так, пара романчиков, история без обязательств. Раньше было романтиком, романтиком, то, чем старше останавливать, и меньше верю в то, что любовь и любовь вообще существует. Ну, да. У вас же все условно. О какой любви может идти речь? Слушайте, ну, я с вами согласен. Толиком и полностью. Вот. Сложно верить в любовь, если не принимаешь себя. Совершенно. Это правда. Совершенно. Совершенно. Совершенно правдно. Поэтому их с вами даже не спорят. Вот. Даже не спорят с вами. Другой вопрос, что любовь, конечно же, существует. Безусловно. Любовь существует. Только, в вашей реальности ее нет. Вот. Вот, и нет её не случайно, нет её именно потому, что там, где есть обещание, там, где есть обещание у себя и непринятие, а там, любви быть не может, в принципе. Да и как смогу построить своими какими-то зрителями, бояться, бояться не всего, ну, работать с этим нужно. Мужчина не особо замечает, так, это как другая планета, так, но вы отрицаете себе женщину. Вы отрицаете себе женщину, это достаточно такой серьёзный важный факт, важный момент, что вы отрицаете себе женщину, вот, но это не критично, не критично. Конечно, всё это корректируется, главное, что, ну, если у вас есть желание, если у вас есть желание, всё это корректируется достаточно, ну, нет, не скажу, что прям просто, но корректируется. Вот. Дальше. Так, внимание, нежности, мне нравятся только глаза и волосы. Так, ещё грудь, но об этом не будем, а почему не будем? Так, большие, большие труды, щёки, лишних 5 кг вес, которые никак не сбросили. Так, ну, здесь всё то же самое. Вот как мне всегда полюбить? Очень легко. Просто подвергнуть критике условия, по которым вы всегда принимаете. Человек, который мне описал, вызывает мне только презрение, развращение и дикую жалость. Ну, это расщепление. Жалость, вот что такое жалость. Это отрицание того факта, что человек на том месте, где он должен быть. Сейчас у меня охота за решение, пустоты без надежности, ведь я уже говорил, что мне ничего не интересного, да? Да, говорили, и это корректируется. Но сначала, конечно, надо удостовериться, что у вас нет депрессивного состояния, депрессия. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго.